Сейчас переходим к сообщениям Генерального штаба о том, какая сейчас ситуация на фронте. Главная оперативная информация к данному часу. Также обратимся к карте, которая предоставлена Американским институтом изучения войны. Итак, как видим на экране, главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево. Так считают в Американском институте изучения войны. Это позволит контролировать трассу Т-05-13. Видите сейчас на своих экранах, я немного увеличу вот эта карта. Она поддерживает украинские передовые позиции на северо-востоке Донецкой области, как сообщается в источниках института. К северо-востоку от Бахмута, также чуть-чуть выше поднимаемся по карте, усилия российской армии сосредоточены на Солидаре. Там, судя по карте института, уже идут бои на окраинах. И также в институте считают, что россияне будут наступать на северо-запад от Песок и центра поселка. То есть, не дожидаясь его захвата. Видимо, на Водяной, чтобы окружить Авдеевку, сейчас спустимся немного ниже по карте, с юга. В то же время, за вчерашний день, зона российского контроля в Песках и Авдеевке, судя по интерактивной карте, не изменилась. Также, как сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, на южнобукском направлении российский оккупант ведет оборонительную операцию. Активно применяет также армейскую авиацию. И сейчас обратимся к акватории Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Украинская авиация, сейчас это Азовское море, я показываю, да, вот, акватория Черного моря. Итак, ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.